Рыжее солнце, рыжие люди, рыжее настроение и рыжая свадьба. Впервые в Украине и Одессе прошел фестиваль «Рыжий город». Открылся он у памятника Дюлку, затем вся колонна отправилась в горсад, где веселее продолжилось. Рыжий фейс-контроль прошла и наша Анастасия Кожушка. На праздновании собрались сотни людей. У многих рыжий солнечный цвет волос. Говорят, лозуйка. Мне нравятся песни, Вася Церкова. Золотое. Читать книжки, играться маслинками. Всему меня надо учить. Кто-то рыжий лишь в душе и всячески маскируется под виновника праздника. Я очень люблю оранжевый цвет, и рыжий цвет мне очень близок по душе. Для меня этот фестиваль значит позитив, значит открытые люди, которые любят находиться в толпе, любят какие-то мероприятия, любят свой город. Но дресс-код для всех обязательный. Дресс-код оранж, то есть можно вот ленточку, веснушки. Хорошее настроение, и вы уже рыжий. Такое количество оранжевых увидишь нечасто, поэтому Саша пришел на фестиваль для того, чтобы завести новые яркие знакомства. У меня есть очень мало знакомых рыжих людей. Как-то захотелось познакомиться. Вот уже с девушкой познакомился. Надеюсь, будем общаться. Ну, это круто. Организатор фестиваля Наталья Делеева рассказывает, история создания рыжего праздника возникла давно. Все это началось с Георгия Голубенко, который написал о нашей Одессе и рыжий город. Он долго выбирал цвет нашему городу, потому что там говорят, например, Москва белокаменная, там эта золотая. А какая же Одесса? Одесса – это рыжий город. И так все случилось, так все совпало. И день рождения, и посещается и Георгию Голубенко. И нам на сегодняшний день очень мало положительных эмоций. И мы хотели просто побольше эмоций, побольше хорошего настроения, улыбок, веселья. Все, кто пришел на фестиваль, должен пройти рыжий контроль. Если рамка запищит, значит человек по-настоящему рыжий. Рыжий контроль прошли все, даже сам Дюк де Решилье. Затем вся медная колонна отправилась в горсад. Там выбрали самую рыжую деточку, самых рыжих одессит и одесситку, самого рыжего домашнего любимчика и самую рыжую семью. Не обошлось и без международной истории любви. Француз Жак приехал в Одессу и был сражен огненной одесситкой Натальей. В итоге на фестивале они сыграли рыжую и самую, что ни на есть, настоящую свадьбу. Властью данной мне любовью. В этом городе сегодня я объявляю вас мужем и женой. Жак, вы можете плачевать невесту. Горь! Горь! И красит рыжим листьев ворох, и кроет золотом дома. И рыжей девочке улыбка, скрипка. Анастасия Кожожко, Валентин Мирза, 7 канал.